Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Проблема детского травматизма стала настолько острой и актуальной, что за последние пару месяцев только мы поднимаем ее не в первый раз. Об этом говорили и представители правоохранительных органов, и следователи, вынужденные открывать уголовные дела. Статистика приводит жуткие данные. Каждый год на зимном шаре от внешних причин гибнут более 800 тысяч детей и подростков. Из них 20 тысяч непосредственно в России. О том, как складывается ситуация в нашем регионе, говорим с заместителем министра здравоохранения Рязанской области Еленой Большаковой. Именно медики первыми спешат на места происшествий. Какой процент детской смертности именно от внешних факторов? Статистика говорит сама за себя. В 2013 году у нас в структуре детской смертности, это от года до 17, на первом месте внешние причины. И занимает это 52%. К сожалению, эта цифра выше цифры 2012 года на 42%. С чем это связано, как вы думаете? Поскольку детский травматизм разнообразен, и в большей степени это зависит от недоприсмотра, от безответственности родителей или взрослых, находящихся рядом с детьми. Потому что дети сами по себе не виноваты, что они дети. И шалости – это условия детства. То есть выходят на площадку гулять с ребенком, в домашних ли условиях находятся. Посмотрите, в каких условиях находится ребенок. Нет ли предметов, которые могут привести к травме. Стоят ли плотно качели, на которые сейчас ребенок будет садиться. И когда ребенок качается, второй подбегает к нему на большой высоте. Печально, что еще, что в 2014 году за май месяц только у нас дети до двух лет выпали из окна четыре ребеночка. И один из них с летальным исходом. Это впрямую связано с безответственностью взрослых, которые ставят на окна, отходят от ребенка. И он, двигаясь, попадая на сетку, выпадает из окна, и мы пожинаем результат. Но я считаю, что это чисто безответственность родителей. То есть они сами недооценивают ту ситуацию, в которой находится ребенок. Недооценивают его состояние, что это ребенок. И он любознателен, и он не будет стоять около окошка и смотреть. Он будет двигаться. А поскольку сейчас новые виды окон и, опять же, вот эти сетки, которые легко... Хочется все потрогать, там больше фактур. Да, они интересны. Ему легко двигаться по такому подоконнику. И сетка, она отличается от окна. Он ее трогает, а потом полностью на нее облокачивается и выпадает из окна. А вот те машины скорой помощи, они, в принципе, готовы к любым ситуациям, чтобы экстренно оказать какую-то помощь. И вот если малыш, он маленький, еще не может говорить, он толком и не объяснит, где болит. Ему просто больно, он рыдает, а мама не заметила, что конкретно он сделал. Чем он ударился? Ну, здесь я должна отдать должное. Врачи все подготовлены, квалифицированные. И как раз сейчас у нас отработано очень все в медицине, трехуровневые системы и доезды скорой помощи. В последнее время мы фиксируем от 18 до 20 минут доезд скорой помощи. Что касается квалификации врачей, работающей, они очень квалифицированные. И машины в период модернизации оснащены современнейшей техникой, поэтому любой вид помощи может уже оказываться в реанимобиле. О чем свидетельствует летальность в лечебных учреждениях. Если вот говорить о травматизме детей, то я начала с летальности, то есть совсем с тяжелых случаев. Но ведь у нас и возрастает госпитализация с травмами детей. Областная клиническая больница детская имени Дмитриевой имеет отделение травматологическое и хирургическое. И травмцентр. Поэтому в травмцентр у нас было обращение 6,5 тысяч уже за 5 месяцев 2014 года. Чем чаще? Чаще всего это бытовая травма, это падение с высоты, это ожоги, часто ДТП, и неисправные велосипеды, и мопеды, которые, опять же, покупают родители несовершеннолетним детям и разрешают им кататься, те, не подозревая такой опасности, разгоняются до невероятных скоростей. Необычные какие-то случаи могли бы вспомнить, чтобы родители сейчас подготовить абсолютно к любым ситуациям? У нас период отпусков, летние каникулы, то есть совпадает так, что, в принципе, мы часто предоставлены сами себе и дети в том числе. Вот самое главное – это ребёнку рассказать, не запугать детей, не вызвать у них чувство робости и страха. И интерес к тому, чтобы попробовать опять же. Да, и интерес к тому. А именно рассказать о безопасном поведении и о профилактике травматизма. Наступило лето, сейчас водоёмы, они лезут на крыши, на стройки падения с высоты, идут на железные дороги, где также пробуют открытые электрические шнуры, их соединяют. Да, был случай в рыбном. Но эти случаи, они есть, есть, и они нарастают. Вот что обидно. Поэтому родители должны об этих ситуациях проговаривать практически ежедневно. Утром ли или вечером беседы должны вестись о том, что может поджидать ребёнка, и как этого избежать. Дорожно-транспортные происшествия – это ведь не только мопеды, мотоциклы, но и перебегают улицы в неположенных местах. Тоже пешеходы очень часто оказываются и в транцентре. Для тебя, например, с родителей. Если родитель идёт на любой сигнал светофора в любом месте, ребёнок делает то же самое. Это закономерно. Абсолютно точно. Поэтому мы и здесь сейчас говорим об ответственности родителей, о том, что травма, детский травматизм, он в первую очередь ложится на родителей и тех взрослых, которые находятся рядом с ребёнком. Ребёнок – это до 17 лет он ребёнок. Здесь надо убирать все предметы, таблетки, жидкости, чтобы не было отравлений. Острые углы однозначно все. Защитить ребёнка от острых углов дома. Ещё раз про детские площадки, когда выходят гулять. И на что здесь вот хотелось бы обратить внимание. Сейчас и во дворах движение, как на улице. Буквально за май месяц два случая у нас довольно-таки тяжёлых травм детей, когда сбиты были машинами во дворе собственного дома, и дети вышли гулять с мамами. Ну, ребёнок стоит, его не видно, если он присел за лопаткой, его не видно вовсе. А мамы что в это время делают? У вас есть телефон доверия. Насколько это актуально сегодня? И как часто эта тема, которую мы сегодня обсуждаем, звучит там? Да, телефон доверия у нас есть. Я озвучиваю. Это круглосуточный телефон, который находится на базе психоневрологического диспансера. Работают специалисты-психологи. Телефон 24-45-24. Здесь, если мы говорили о детях, то дети у нас ведь тоже делятся ещё и на подростковую группу. И начиная с определённого возраста, есть проблемы, когда они замыкаются в себе. И здесь не всегда родители могут разговорить ребёнка. Но я тоже считаю, что родители должны подстраховаться и дома этот телефон, или хотя бы о нём проговаривать. Но чтобы на виду лежал этот номер телефона, что есть телефон, где сидит неизвестный человек. И ребёнок может позвонить и выговорить проблему. Когда мы озвучиваем этот номер телефона, мы видим, насколько увеличивается количество звонков. Звонят, в том числе, иногда и взрослые со своими проблемами, потому что теряются в некоторых ситуациях, как поговорить с ребёнком, что сделать, и для консультации звонят. Но, тем не менее, у кого есть дети подросткового возраста, они должны сами знать об этом телефоне доверия, куда ребёнок может, закрывшись в комнату, с телефоном позвонить и проговорить любую ситуацию. У нас вот в этом году только уже 500 звонков, и я думаю, что многие ситуации были предотвращены. Потому что неразделённая любовь, эмоциональное состояние, непонимание со стороны родителей, учителей, друга. И надо это выговорить. И выговорить иногда можно человека, которого не видишь. Там сидят профессионалы. Если уже поднял трубку и набрал номер, они вас не отпустят. До тех пор, пока увидят, что вы в безопасности. Спасибо. Наши 10 минут подошли к концу. Важные советы мы с вами дали. Дальше уже задачи взрослых – воспользоваться оними или нет. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова